Перед началом этого видео хочется сказать спасибо интернет-магазину Pixophone за то, что они мне дали скидку на смартфон, который мы сегодня будем обозревать. Если вы тоже хотите получить от них скидку, скажите, что вы от Android News и минус 2% от общей стоимости вам гарантированное. Приветствую, народ! Ну а дайте-ка угадайте, обзор какого смартфона вы ждёте больше всего. Poco X4 GT. Поверьте, каждый день мне приходит там по 5-7 сообщений, когда ты уже выпустишь обзор. Ну когда? Я стараюсь изо всех сил. Вы же понимаете, да, в Украине сейчас война, ситуация сложная, посылки сюда не долетают и приходится крутиться через Европу. Я над этим работаю, обзор вероятнее всего будет на следующей неделе. Но! Особо внимательные наши зрители знают, что до этой модели вышел ещё один смартфон со званием ТОП за свои деньги, только от компании OnePlus. Название Ace Racing Edition. У него тоже чип Mediatek Dimensity 8100 на борту, а ценник при этом в районе 300 долларов. Предлагаю сначала ознакомиться с ним, а после этого, когда ко мне переедет X4 GT, мы устроим зарубу между ними. Как вам идея? Если нравится, ставьте пальцы вверх. Если не нравится, тоже ставьте пальцы вверх. Только не делайте это два раза. Ну что, понеслась. Но перед этим, братцы, мне, как всегда, хочу вам порекомендовать годноту. Речь идет о наших телеграм-каналах AndroPrice AliExpress и AndroPrice Украина. И первый и второй канал созданы для того, чтобы помогать людям найти самые низкие цены. Правда, в последнее время AliExpress изменил курс доллара. Раньше было 32 к 1, сейчас 35,5 к 1, поэтому покупать на AliExpress сейчас не так выгодно, как было пару недель назад. И тем не менее, мы стараемся и ищем для вас лучшее предложение. Тем более, что 35,8 это не 37, как у нас сейчас на дворе, да? Ну а если вам такой вариант не подходит, то всегда можете подписаться на наш второй телеграм-канал AndroPrice Украина. Там мы отбираем лучшие цены на различную электронику уже внутри страны. Поэтому, если вы не из терпеливых, этот канал именно для вас. Все ссылки я оставлю в описании. Пользуйтесь сами и рассказывайте о нас своим друзьям. Представили этот аппарат около месяца назад и приехал он ко мне вот в такой вот упаковке. Сразу видно, что это младший брат того самого Acer, OnePlus 10R. Ну, в общем, вы помните, тот девайс, который сейчас продается как горячие пирожки. В теории, за счет того, что этот стоит дешевле, а начинка у него плюс-минус такая же, он должен превзойти своего старшего брата. Посмотрим, получится у него это сделать или нет. Для этого, как минимум, нужно распаковать коробку. Чем мы сейчас и займемся. Итак, по старинке сразу же после открытия нас встречает пенал. Внутри которого находится силиконовый чехол с вот таким вот матовым напылением. Учитывая, что модель не флагманская, я вам скажу, что выглядит штуковина чертовски солидно. Кроме этого, макулатура на китайском языке. Есть наклейки и иголка. Я вам скажу, этого уже более чем достаточно, учитывая позиционирование смартфона. Далее сам девайс. Его пока убираем в сторону. Пластиковая ванночка. Блок питания мощностью 67 ватт. И USB Type-C кабель. Защитная пленка уже наклеена на экране. То есть, можно смело утверждать, что комплектация здесь достойная. Во время первого контакта сразу же на себя обращает внимание тыльная панель. Она выполнена из пластика, но не простого, не дешманского пластика. Здесь имеется такое напыление, помните, как было в One Plus One. То есть, первое поколение, второе такое, как Кещу, по-моему, тогда его называли. Такое небольшое рифление, то есть, на ощупь прям замечательное. Я, честно, даже не знаю, что лучше стекло, либо это напыление. Оно прямо здоровское. Но это если говорить о сером цвете, который почему-то везде китайцы называют black. Не знаю, в каком он месте black. Есть еще синий цвет. Вот какое там покрытие, я понятия не имею. Каркас выполнен из пластика с глянцевым покрытием. То есть, тут никакого лакчери ждать не стоит. Сканер отпечатков пальцев встроили в кнопку питания. Находится она на правой грани и немножечко утоплена в корпусе для того, чтобы вы легко нащупывали ее пальцем. Вы спросите, почему так? Ведь даже бюджетники холдинга BBK получают под экраны сканер отпечатков пальцев. Все дело в том, что это один из немногих аппаратов на рынке, который получил IPS-матрицу в 2022 году. И при этом флагманское железо. Кто-то обрадуется этому факту, кто-то нет. Но то, что это диковинка в наше время, 100%. Также хочется обратить ваше внимание на вот эту вот заглушку, которая расположилась в блоке камер. Сразу же после анонса этого смартфона я ошибочно сказал, что именно здесь расположен сканер отпечатков пальцев. Потому что, ну а почему нет? Я думаю, что производитель тоже над этим думал. Но это не так. Все, что здесь написано, это 64 мегапикселя. Все, выглядит, на мой взгляд, максимально упорото. Мне не нравится, как реализовали эту штуковину. Что об этом думаете вы? Жду ваше мнение в комментариях. Двигаемся дальше. На левой грани расположили кнопки питания и слот для сим-карт. Давайте прямо сейчас возьмем его и откроем. Резиновой прокладки здесь нет, поэтому, скорее всего, даже защиты от брызг тоже нет. Это же касается и слота для карт памяти. Его здесь тоже нет. Только две сим-карты. Поэтому перед покупкой этого гаджета здорово задумайтесь, сколько памяти вам будет достаточно. 128 гигабайт, либо 256. В последнее время это актуальный минус практически во всех устройствах от холдинга BBK. На нижнем торце имеется порт USB-C и, внимание, аудиоджек. Уверен, этому факту обрадуются абсолютно все геймеры. Потому что, как правило, они используют проводную гарнитуру для того, чтобы нивелировать задержку. Так, собственно, по внешнему виду это все. Теперь давайте-ка сравним его с конкурентами. Но перед этим я напоминаю, что в этом смартфоне установлена матрица IPS, а за счет этого толщина корпуса должна быть больше, чем обычно. Особенно, если учитывать, что внутри установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч. И имеется быстрая зарядка мощностью 67 Вт. По факту, пускай вас не пугает эта теория, потому что толщина его корпуса плюс-минус такая же, как у известного Realme GT Neo 2. А также, как и остальные габариты. Это же я могу сказать, если сравнивать новинку с OnePlus Ace или же 10R. А вот Poco F3 будет чутка тоньше. По высоте и по ширине они идентичны. И я бы сказал, что как две капли воды, он выглядит по сравнению с Poco F4. За исключением отсутствия плоских граней. Ну что, друзья, торжественный момент. Первое включение и заценка толщины рамок. Что я вам могу сказать? Это точно не флагман. Тут, наверное, борты даже больше, чем у Redmi Note 11 Pro. Приблизительно такие же, как у Realme 9 Pro Plus. На тот смартфон многие жаловались в этом плане. На этот, вероятно, тоже будут жаловаться. Ууу, братцы, вибрация просто отличная. В этом плане OnePlus не поскупились. И все те люди, которые тащатся по этой фишке, однозначно останутся довольны. Тут же предлагаю заценить качество мультимедийных динамиков. Вы знаете, что это у нас стандартный ритуал. Не будем же от него отходить. Стерео. В качестве второго динамика используется разговорный спикер. Отдельного здесь нет, как, допустим, на смартфонах Xiaomi. Но качество вполне себе нормально играет. В минусах записывать точно не стоит. Это не топовый уровень, но вполне себе норм. Так, теперь давайте вкратце пробежимся по техническим характеристикам экрана. То, что матрица IPS, это ясно. Разрешение Full HD. Частота обновления изображения 120 Гц. Она адаптивная. Может меняться в зависимости от сценариев. От 30 Гц до 120 Гц. В теории это должно положительно сказаться на времени автономной работы смартфона. Также заявлен стопроцентный охват DCI-P3. Что я могу сказать? На первый взгляд, экранчик здесь отлично, несмотря на то, что IPS. Понятное дело, что по максимальной яркости он будет немного уступать своим аналогам. Зато здесь нет пресловутого шива, на который сейчас многие жалуются. Именно из-за этого я уверен, что многие обратят внимание на эту модель. По цветопередаче у меня пока претензий тоже нет. Белый цвет выглядит относительно белым. И вообще, если вот так вот бегло оценивать, пока мне экранчик очень даже нравится. Зато знаете, что не нравится? То, что аппарат-то в первую очередь рассчитан для рынка Китая. Здесь даже на коробке имеются китайские иероглифы. И вообще не ясно, выйдет ли он на глобальный рынок. Что это означает? То, что сразу из коробки тут установлен интерфейс, ориентированный исключительно на китайский рынок. А именно ColorOS 12.1. Не могу сказать, что это прямо смертельно, но глобальный Oxygen мне нравится гораздо больше. Китайца нет Google Discover. Время от времени будут выскакивать китайские иероглифы. Будут костыли с настройкой Android Auto. Также могут возникнуть небольшие трудности с установкой Google сервиса. Я сейчас имею в виду не магазин приложений Google Play. С этим должно быть все нормально. Вот так, с установкой Google Ассистента и вот это вот все. Потому что по умолчанию здесь установлен китайский вариант. Если все это вас не смущает, а также отсутствие 20-го бенда для работы в 4G сетях, тогда можно смело брать. Ну, во всяком случае, предварительно. Если же смущает, тогда вся эта история точно не для вас. В таком случае лучше сразу смотреть в сторону Poco X4GT. Там из коробки установлена глобалка и всех этих костылей не будет. Этот продукт больше подойдет тем, кто хочет сэкономить и тем, кому нравится бренд OnePlus и автоматически воротит от Xiaomi. Поверьте, такие есть даже среди наших подписчиков. Так-то система работает очень приятно, шустро. Уверен, что Color S12.1, несмотря на то, что он китайский, по комфортабельности, плавности работы будет гораздо круче, нежели у конкурента Poco X4GT с его Poco-лаунчером. Почему я так уверен? Потому что не так давно я пользовался Poco X4. Я знаю, как работает MIUI 13. Двигаемся дальше. На борту OnePlus Ace Racing Edition имеется либо 8, либо 12 гигабайт оперативной памяти, тип Low Power DDR5, и 128, либо 256 гигабайт постоянной памяти UFS 3.1. В связке с мощным процессором Dimensity 8100 Max вы можете смело рассчитывать на стабильно высокий FPS в тяжелых игрушках. Если смотреть на старший OnePlus Ace, даже Genshin Impact на ультрах после получаса, часа игры не лагает. Средний показатель у нас вышел 45 кадров в секунду. Да, корпус очень сильно нагрелся, потому что процессор с приставкой Max не просто Dimensity 8100, а именно 8100 Max. Думаю, та же история будет и здесь. Да, тут заявлено крутое охлаждение, но все это рассчитано в первую очередь на то, чтобы охладить железо, а не то, чтобы охладить корпус. Скорее всего, он должен быть горячим. Но об этом более детально я уже расскажу в полном обзоре. Из-за того, что производитель в первую очередь в этой модели делал акцент исключительно на мощности, пришлось на чем-то экономить, и под откос пошли камеры. Смартфон получил главный сенсор разрешением 64 Мп без оптической стабилизации. Кроме него имеется ультраширик и заглушка макрообъектив. Давайте прямо сейчас продемонстрирую, на что они способны. Начну я с видео, для того, чтобы вы в лайв-формате могли заценить, как это все дело работает. А после этого покажу несколько примеров. Итак, видеосъемка. Максимальное разрешение 4К, частота 30 кадров в секунду. В точности, как у OnePlus Ace. Вангую, что в высоком разрешении у нас не будет электронной стабилизации, так же, как у старшего брата. Давайте смотреть, как обстоят дела на самом деле. Так, вот я включил съемку и начинаю запись. Здравствуйте, я ведущий канала AndroNews. Зацените качество записи звука, качество картинки. Вот есть ли тряска или нет. Давайте я немножечко похожу, 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 похожу. Вот я думаю, что если стабилизации нет, вы точно это заметите. Ну и для того, чтобы еще раз заценить качество записи звука. Вот звук на наш основной микрофон. И вот звук на... записанный на смартфон OnePlus Ace Racing Edition. Да, друзья, в этом плане со стабилизацией все максимально плохо. Но зато здесь есть отдельная пиктограммка, отдельный режим сверхстабилизации. Но в таком случае у вас будет разрешение Full HD, а не 4К. Для социальных сетей вполне себе пойдет. Просто имейте в виду. На фронталку максимальное разрешение записи Full HD. Но это работает даже со старшими флагманами, ценник которых там около 1000 долларов. Давайте поглядим, как картинка. Как у нас качество записи звука. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, я сейчас не включал сверхстабилизацию. Видим, что есть небольшая тряска, когда мы не в этом режиме. Вот как обстоят дела после того, когда я этот режим активировал. Я думаю, что для социалок, если будет нормальное освещение, вполне себе пойдет. Но, опять-таки, я не слышал еще качество записи звука. Вот об этом вы можете написать в комментариях. Ну и для того, чтобы у вас сложилось первое впечатление о фотовозможностях этого смартфона, я взял два конкурента. Poco F3 и Realme GT Neo 2. Стоят они плюс-минус одинаково. Poco будет даже дешевле. А вот что касается результата, GT Neo 2 будет получше. Особенно это видно в тяжелых условиях. Предварительно по фотовозможностям он показывает уровень плюс-минус Poco F3. Чего-то сверхъестественного от него ждать точно не стоит. А что касается видеосъемки, в Full HD все хорошо. В 4К, извините, куда деваться. В итоге, самые основные вопросы мы с вами обсудили. Осталось только сделать детальный тест игровой производительности, хотя я уверен, что ситуация будет плюс-минус, как и у OnePlus Acer. И ответить по поводу времени автономной работы. Потому что на бумаге 5000 мАч, 67 Вт, зарядка от 0 до 80% за полчаса. Это все, конечно, красиво. Но как будут обстоят дела на практике, это уже совершенно другая история. Хотя я не думаю, что в плане времени жизни от одного заряда у этого смартфона будут какие-то проблемы. Самое главное, над чем вы должны задуматься перед покупкой, готовы ли вы пользоваться китайской прошивкой. Потому что глобального варианта пока вообще нет. И неясно, появится он когда-то или нет. Так-то, если смотреть исключительно на техническую часть, за 299 долларов с Алиэкспресса, с учетом доставки, это просто максимально крутой вариант. Очень надеюсь, что когда-нибудь появится глобалка, и с этим смартфоном можно будет проделывать такие же финты, как и с OnePlus Acer. Установите глобальную прошивку, и все, проблемы, собственно говоря, вообще нет. Без этого придется немного адаптироваться. Еще раз, с этим можно жить, но такой вариант подойдет не всем. На этом у меня сегодня все. Если понравился обзор, не забудь поставить палец вверх, поделиться роликом со своими друзьями, и подписаться на канал, если еще не подписан. Да пребудет с вами Android. Ну и перед тем, как завершить, я в который раз напоминаю, что прямо сейчас, во время войны в Украине, наш проект занимается волонтерской деятельностью. Деньги на покупку третьей партии медикаментов уже переданы волонтерам. Все отчеты вас ждут на моей странице в Инстаграме. Хочу поблагодарить Андрею Ньюс за предоставленный сальбутамол для моей матери. Спасибо большое Андрею Ньюс за бесплатные таблетки, за бесплатные лекарства. Щиро дякую Андрею Ньюс за бескоштовные литы. Щиро дякую фирме Андрею Ньюс. Щиро вам дякую Андрею Ньюс за доставленные бесплатные литы. Спасибо за переданы нам Андрею Ньюс, за переданы нам лекарства. Получил таблеточки от фирмы Андрею Ньюс. Спасибо вам большое, огромное спасибо. В конце роликов, как это реализовано сейчас. Если вы хотите принять участие в добром деле, реквизиты карты я оставлю в описании. Спасибо большое за ваше неравнодушие. Все будет Украина. Слава Украине. И до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»